Во вторую четверть века киношок вступает с новой концепцией. Теперь это российский открытый фестиваль, своеобразная смена масштаба. До этого организаторы использовали формулу Россия плюс ближнее зарубежье. От нее не отказываются полностью. Однако спустя 25 лет монополию центральных киностудий начали всерьез оспаривать региональные компании, иногда небольшие. На первом фестивале нового формата представят 9 полнометражных работ. «Спектр», начиная от лирики, заканчивая фильмом ужасов. Жюри «Полного метра» возглавляет режиссер Александр Прошкин. Среди его работ фильмы «Холодное лето 53-го» и «Русский бунт» по повести Пушкина «Капитанская дочка». Советский кинематограф, который во всем мире назывался русским, на самом деле был интернациональным. В каждой республике было как минимум по одной киностудии. А в начале 90-х киношок стал продуктом своего времени. Заслуга киношока заключается в том, что ему удалось пройти все ухабы, которые были на его пути. И это заслуга как раз вот тех людей, которые сегодня возглавляют этот кинофестиваль по-прежнему. Я думаю, что они, по-моему, это было в 92-м году, они совершенно случайно избрали, но этот случай оказался счастливым. Избрали «Анапу», избрали «Кубань», потому что именно здесь они начали ту поддержку, которая позволила им вообще вырасти вот в этот бренд «Анапы». Журналист Владимир Рунов – ровесник Краснодарского края и один из основателей фестиваля. В этом году кинофорум посвятили 80-летию со дня образования региона. Обновленный киношок поддержали в Министерстве культуры России и лично губернатор Вениамин Кондратьев. По словам исполняющего обязанности главы города курорта Юрия Полякова, киношок и «Анапа» в буквальном смысле сроднились. Я надеюсь, правильное решение приняли в том, что именно российские фильмы, которые снимаются у нас в разных уголках в нашей стране, страны здесь будут задействованы, в том числе и фильмы, которые снимаются в Краснодарском крае. Мы будем продолжать эти традиции. Что хочу добавить и пожелать всем гостям, которые находятся, это теплого солнца, теплого моря, хорошего отдыха и впечатлений. Они нам очень нужны. Волгозная торговля – это дело общественное. Дело, как бы сказать, серьезное. Но не дешевле мы с вами торгуем на ярмарке. Пока шла церемония открытия, на театральной площади открыли традиционные показы фильмам «Кубанские казаки». Помимо этого, 18 работ представят в номинации «Короткометражное кино». Состоится «Киномалышок», «Фестиваль в фестивале». Также пройдут творческие вечера и гостагаевские встречи. Первый, даже символический шаг на новом пути всегда дается непросто. Однако у фестиваля остается неизменная точка опоры – Краснодарский край в целом и Анапа в частности. Регион любим кинематографистами за мягкий климат и разнообразие ландшафтов. В данный момент в Анапе работает одна из съемочных команд. Субтитры создавал DimaTorzok